Санкт-Петербург Участники, их насчитывалось около 300 человек, обсудили вопросы развития нормативно-правовой базы, проблематику работы удостоверяющих центров, межгосударственного электронного взаимодействия, а также актуальные аспекты криптографической идентификации, аутентификации и авторизации. Организатор мероприятия Минкомсвязь России, как и другие регуляторы ФСБ, Банк России, деятельно участвовали как в подготовке программы конференции, так и в заседаниях ПКИ-форума. Всестороннюю организационную поддержку оказывали медиагруппа «Авангард Центр» и МОО «Ази». На форум прибыли солидные, компетентные представители и регуляторы. Это и ФСБ, это и Минкомсвязи. Выступил с докладом статс-секретарь Минкомсвязи, который обозначил в значительной степени новое понимание проблем применения электронной подписи в сфере нашей повседневной жизни, включая госуслуги. В ходе форума статс-секретарь заместителя руководителя Минкомсвязи России Олег Борисович Пак заявил о планах, согласно которым к 2018 году уже 70% россиян должны иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Это означает, что число граждан, применяющих решения на базе инфраструктуры открытых ключей, в ближайшие годы в России ощутимо возрастет. Пока что у нас очень настороженно гражданское общество относится к использованию информационных технологий. Для этого есть причины, все-таки свои, национальные. Но зато есть такие сферы, которые связаны с электронными торговыми площадками, где мы впереди планеты всей. И те идеи правовые, которые обсуждаются и имплементируются пока что как частные решения в той же Евразийской экономической комиссии, они вполне идут в ногу с передовыми мировыми тенденциями. И мы можем тут гордиться и техническими, и юридическими решениями. Меня поразило, что беспрецедентно Россия является ведущим лидером по объему предоставляемых услуг. И даже, я так понимаю, страны Евросоюза интересуются, как России удалось решить массу проблем, в том числе и технологические. Вообще говоря, вопрос становится, так сказать, актуальным не только для организации, но, что самое важное, для граждан. Причем не для сотен тысяч граждан, а для миллионов, для десятков миллионов граждан, которые активно используют портал Госуслуг. Несомненно, что идея с порталом Госуслуг является положительным и, я бы сказал, эпохальным явлением. Потому что контакт и взаимодействие между обществом и властью переходит в новую сферу, в более активную. Власть получает возможность получать и работать с ответной реакцией населения. Это крайне важно для любого саморегулирующегося организма. Формируя программу нынешнего PKI-форума, программный комитет сместил акцент с технических решений на вопросы правового и организационного характера. Это отразило реальную практику применения технологий PKI в российских организациях, в рамках которой проявились многие незамеченные ранее упущения в нормативно-правовой базе. Во время часа эксперта разгорелась острая дискуссия по основополагающим вопросам обеспечения электронного документа оборота. В ходе дискуссии обнаружились расхождения в том, как понимают некоторые дискуссионные аспекты нормативного регулирования в области электронного документа оборота технические специалисты, документоведы и юристы, специализирующиеся в области информационного права. Устранение существующих белых пятен в этой области окончательно назрело. Разработка и принятие федерального закона об электронном документе и электронном документе обороте является насущной необходимостью. Я приведу маленький пример. В рамках назорной деятельности Центрального банка, который считает как мегарегулятор на финансовых рынках, время реакции на какую-либо проблему, которая возникает на рынке, достигает в лучшем случае где-то полутора месяцев, а может даже четырех месяцев. Почему? Четырех месяцев. Почему? Потому что вот эта реакция между субъектами, она реализуется на бумажных технологиях, а скорость движения бумажного документа хотя бы в одну сторону занимает примерно месяц. В результате месяца да, месяца да, время отработки, вот получается результат. Если мы переведем это взаимодействие на безбумажную форму и, как говорит ООН, на дешевную форму электронного взаимодействия, то скорость взаимодействия увеличится в десятки раз. Сегодня очень активно звучит тема, связанная с подготовкой законопроекта, касающегося электронного документа. Это действительно пробел в нашем национальном законодательстве. Наличие этого нормативного акта, принятого на государственном, на законодательном уровне, решит или будет способствовать, будем аккуратно употреблять такие термины, решению ряда проблем, таких как архивное хранение электронных документов, создание доказательственной базы для судебных процессов, да и создание, в общем-то, пространства доверия, о котором мы все так говорим, на территории хотя бы нашей страны. Участники, прибывшие на ПКИ-форум далеко не в первый раз, с удовлетворением отмечали рост уровня и масштаба конференции в последние годы. За прошедшее десятилетие число участников мероприятия увеличилось на порядок, что отражает все более широкое использование решения на базе инфраструктуры открытых ключей в различных отраслях, а также свидетельствует о значительном расширении круга компаний, для которых актуальны вопросы применения ПКИ. С 2003 года участник в форуме из Междусобойчика, на котором было 30 человек, ПКИ-форум превратился действительно в форум. Всегда хочется приехать сюда и ждешь новизны. И она здесь есть. И она здесь есть. И с точки зрения той компетенции, которая собирается, то есть у всех накипает, все в своей области имеют много вопросов. И вот здесь происходит, как мы с вами сказали, разрядка так называемая, когда обмен опытом приводит к нахождению какого-то ключевого ответа на вопрос или как минимум хотя бы вектор в ту или иную сторону. Поэтому по впечатлению могу сказать, что это просто необходимая площадка для встреч в таких вопросах и по этому профилю. Одним из основных результатов конференции стала подготовка итоговой декларации. В этот документ вошли конструктивные предложения, выработанные в ходе дискуссии на ПКИ-форум «Россия-2014». Будучи направленным в профильное ведомство, этот документ поспособствует созданию условий, благоприятных для развития применения технологий ПКИ в нашей стране. Участникам форума, конечно, успехов творческих, здоровья, результативности, действий с осознанием того, что мы являемся всей единой целой сущностью, некой сообщностью. И все то, что мы делаем, так или иначе реализуется и приносит пользу нашему обществу, нашему государству. Вот в этом плане я хотел бы пожелать всем. На все вопросы, конечно, найти ответы не удастся, но решить как можно больше вопросов, которые у них возникают в их повседневной практике, их служб, их ведомств, их фирм, их организаций. Чтобы мы встречались, чтобы обязательно было представительство от многих ведомств, они должны свое мнение формулировать и доносить до ПКИ-форума. Ну а дальше побольше всяких технологий разных и всяких мы внедряли, у нас была бы возможность такая. Дорогие друзья, встречаемся в Санкт-Петербурге через год.